Дорогие друзья! В этом году 70 лет одного из самых кровопролитных и жестоких сражений в истории человечества – битвы за Днепр. 28 октября 2014 года – 70 лет освобождения Украины и 9 мая 2015 года – 70 лет Великой Победы. Уже третий год мы обращаемся к истории родного региона, создавая документальное кино. Оно является неотъемлемой частью истории нашей страны. Это уже четвертый документальный телепроект, который создан для вас. Мне очень важно, что вы почувствуете, когда видите эти кадры. Мне важна оценка сделанного и видение того, что еще важно сохранить для будущих поколений. Напишите мне, пожалуйста, на Фейсбуке или на сайте, и следующие фильмы станут нашим общим вкладом в будущее, в память наших предков. Сегодня мы уже вместе пишем историю того времени, в котором живем. И она основывается на подвиге тех, кого мы увидим в уникальных кадрах этого фильма. Восстановить события тех лет нам поможет гений украинского кино Александр Довженко. Помогут десятки бойцов с телекамерами в руках, братство фронтовых кинооператоров. Помогут участники, очевидцы, дети войны, исследователи и поисковики. Пять вечеров. Перед вами будут раскрываться детали пяти наступательных операций, в ходе которых была освобождена Днепропетровщина. Начнем мы с первого по времени и самого загадочного эпизода Отечественной войны в нашем регионе. Это освобождение западного Донбасса. Павлоградщины. Надеемся, что каждый из вас увидит в одной из серий нашей эпопеи своего родственника. Документальное кино – это зримое воскресение образов родных и близких, многие из которых уже ушли. Давайте воспользуемся этой чудесной возможностью. У любого народа есть своя страшная последняя тайна. У твоего особенно. Ты о ней узнаешь. Потерпи немного. Не бойся этого звука. Ты его просто давно не слышал. Мешали другие звуки. Это твой самый главный звук. Это простая музыка. Днем и ночью звучала для твоего отца и деда. Чуть медленней, в спокойный час и куда быстрее, в час тревожный. И в тебе она отзывается. Так звучит твоя жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Если посмотреть на карту Украины, в сердце окажется Днепропетровщина. Наши деды потеряли это сердце в сорок первом. Они воевали на фронтах и в тылу, а сердце их было за сотни верст. Вот здесь. Древние отводили на идеальную человеческую жизнь 70 лет. Чтоб ты, Божий человек, полностью выполнил то, что о тебе задумано, что положено. Из тех, кому отпущено больше, далеко не все помнят детали и могут рассказать даже о главном. Несчетные миллионы людей в 20 веке не выжили и третье положенного. Как оказалось, с годами ради нас. Кино и фото. Зримые воскресения мертвых. Эту тайну сердцем чувствовал автор и режиссер киношедевров «Звенигора и земля», «Щерс и арсенал» Александр Петрович Довженко. С начала осени 43-го года Довженко два дня проводил на фронте, а следующие два – за монтажным столом в Москве. Война сделала из игрового режиссера документалиста. Большая часть кинохроники с 43-го-четвертого годов прошла через Довженковский монтажный стол. А еще Довженко вел дневник своих личных впечатлений, который ни тогда, ни вообще при жизни никому не показывал. Вы услышите кое-что из этого дневника. Сюда, как в штаб фронта, ежедневно прибывали и ложились на этот стол донесения со всех участков переднего края. Только роль разведчиков и вестовых играли люди, которых называли не иначе, как безоружными смертниками, фронтовые кинооператоры. Мы расскажем и покажем некоторых из них. Все выжившие были легко или тяжело ранены. Четверть не вернулась. Пленки, которые вы увидите в пяти сериях, буквально замешаны на операторской крови. 10 сентября 1943 года в оперативной сводке Соуинформбюро появилось новое сочетание двух слов «Павлоградское направление». Это означало, что путь к сердцу Украины уже намечен. Я не упал на родную землю на колени, не заплакал, я молчал. Передо мной была родная моя земля, непаханная, засоренная, с разоренными селами. Земля завоеванная, вечная моя пленница. Везде женщины, одни женщины и дети, кое-где мужик ветхий, худой, сагбенный, забитый и будто больной. Довженко уже не раз отбирал к тому времени кадры с пушкинскими танками. Больше года от родной своей «Волги» рвался по Блаградские степи во главе 23-го танкового корпуса генерал-лейтенант Ефим Григорьевич Пушкин. Ему хотелось поскорее оказаться там, где ровно два года назад он стал героем Советского Союза. Вместе с 1-м гвардейским мехкорпусом Ивана Русиянова они рванули впереди остальных наших частей. Так рванули, что межевую немцы отбили, и ее пришлось возвращать в течение дня двух. Саратовскому крестьянину и боевому генералу предстоит снова выйти на Днепр, освободить сердце Украины, погибнуть у баштанки при спасении окруженных было соседей по фронту и навсегда упокоиться в Днепропетровской земле. Но вот вопрос. Та 34-ка, сменившая в свое время на главном проспекте области менее презентабельный Т-70 Пушкинского корпуса. Правда ли это личный стальной конь легендарного генерала? Но по званию Ефим Григорьевич был уже тогда генерал-лейтенантом. И вряд ли какой генерал-лейтенант ездил на танке. Для этого полагались легковые машины. Это могли быть МК, это могли быть ВИЛЛИСы. Поэтому я думаю, что танк – это все-таки в первую очередь символ танковых войск, которыми командовал Ефим Григорьевич. Он командовал им и в 41-м году, и в 43-м. Впрочем, карьера Жозефа Яковлевича Котина, генерального конструктора, позволяет поблагодарцам любой памятный тяжелый и средний танк на постаменте считать комплиментом их городу. Ходить маленький Жозеф учился под мельницей Балабана на Горветке. Его папаша обслуживал купцу Балабану в семельничную машинирию. А сынок, главный конструктор Челябинского танкограда, участвовал в разработке 13 новых колесно-гусеничных мельниц для вражеских костей. Железный вал, покатившийся в конце лета 43-го к Днепру от самого Донца, планировался как завершающий удар донбасской наступательной операции. Однако у сознательных и бывалых командиров частей, входивших в Межевое, Терновку и Павлоград в сентябре, было стойкое ощущение дежавю, уже пережитого весной этого же года. Довженко отматывает назад пленки и встречает на них те же лица командующих и те же номера соединений с обеих сторон, что и в конце зимы. И Павлоград, который сейчас впереди, в феврале остался у нас в тылу. Ведь с 17 по 22 февраля того же 43-го года город уже был освобожден от захватчиков. Отправимся немного выше по реке Времени и попробуем приглядеться к загадке Павлоградского восстания. Павлоград вскоре после войны. По старой хронике кажется, что городской ансамбль вполне прилично уцелел, и война его не особо коснулась. Но когда пойдешь ныне считать, что осталось от уездного городка, воспетав в мемуарах народного артиста Бориса Захавы, то быстро собьешься со счета потерь. Да, город прошел не через мельницу, через мясорубку. И тем не менее, чуть меньше полвека назад здесь планировали снимать игровой телесериал про войну, подполье и восстание. Те годы страна уже завороженно смотрела трехсерийный боевик майора Вихрь. Прототип Вихря, Днепропетровец Евгений Березняк, в первые месяцы оккупации учительствовал и был членом подпольного райкома рядом в Петропавловском районе. Но ведь сам подпольный обком выдвинулся тогда в Павлоград и возглавлял его гений перевоплощения и конспирации Николай Иванович Сташков. За менее чем девять месяцев руководства областным и павлоградским подпольем этот тщедушный, чахоточный человек побывал и водопроводчиком Василием Мысовым, и немецким чиновником Отто Нушке, и инвалидом Стахом, продавцом зажигалок на базаре, и разносчиком Николаенко. А под началом этого павлоградского Штирлица то освободят 300 пленных красноармейцев в Знаменовке и перебьют охрану лагеря, то проведут маленькую рельсовую войну. Даже связная центра и разведчица Надежда Сарана сомневалась при первой встрече на явочной квартире, насколько это серьезная фигура. Благодаря Сташкову и его кругу павлоградское подполье держалось еще 4 месяца. Шеф полиции округа, генерал-лейтенант фон Бассовиц-Берр, шеф СС Мульде и следователь Лунд оценили голову Сташкова в 50 тысяч марок. И вот сейчас вы видите рабочие съемки учеников Александра Довженко со студией его имени на Павлоградском рынке 1967 года. Сразу после выхода на экраны майора Вихря. Глава правительства Украины Владимир Щербицкий не мог смириться с тем, что герой Евгения Березняка с его родной Днепропетровщины перехватил и раскрутил масс-фильм с подачи прытковой Юлиана Семенова. Николая Сташкова мы Семенову не отдадим, боевик о нем снимут Довженковцы. И вот рабочий материал подготовительного периода. Натура за четверть века после реальных событий войны особо не поменялась. Кругом люди, которые все помнят, видели своими глазами. Вот здесь агент гестапо Анатолий Мартынов после недельной слежки подошел к герою, ложному торговцу. А здесь гад получил от Сташкова ногой в живот. А тут между рядами герой бежал. Не страшно, что сцена напоминает майора Вихря, погоню по краковскому рынку. В обоих случаях это были совершенно реальные события. И вот здесь в тупичке Сташков словил две пули в бок и в руку. Сначала они прикончили его старика-отца, потом еще делали выгодные, по их мнению, предложения. А он написал реквием по самому себе и засунул его в лампочку, найденную в бывшем гестапо через десятилетия, вместе с предсмертной запиской, где описал своей еще не вдове Екатерине, вот этой женщине, все тонкости следствия нацистов. Низкий поклон музеям не дают затеряться лицам, судьбам и похоронить замыслы, подобно материалам боевика-довженковцев про Павлоград и Павлоградцев. У кого-то больше возможностей для экспозиции, у кого-то меньше. Но пока ходят в эти залы молодежь, пока напрягают жилы и срывают голоса старики, рассказывая, как все было, длится и живет где-то разгадка страшной последней тайны народа, о которой мы говорили вначале. Тайны того, как и почему, жив народ, невзирая на все случившееся с ним в 20 веке. Кто-то откроет старый сундук и найдет в нем желтые листки со стихами Микулы Шутя, рискового Павлоградского барда времен оккупации. А у витрины с другим героем, не состоявшегося павлоградского боевика, врачом-подпольщиком Манфредом Эйси Эйзингом, остановится другой киношник и прочтет маленький детектив про доктора Осень. Через тифозный барак, через Мертвецкую, лагерный врач с территории нынешнего химзавода отправлял бойцов к партизанам. Сейчас этот жанр назвали бы триллером. До 70-х годов этого спасителя тысячи наших военнопленных и избавителя от неволи полутора тысяч павлоградцев, енакиевского латыша, город считал погибшим. Классик Андрей Вознесенский написал о нем поэму. Главврач немецкого лагеря, назначенный из пленных, выводит ночами в колбе невиданную болезнь, машины увозят мертвых, смершихся, как поленья, а утром ожившие трупы стригут автоматами лес. Кого-то хватали, пылала нефтебаза, взрывались оружейные склады, а городок вроде бы был занят ежедневным выживанием под оккупантами. Менял на базаре шило на мыло, в церквах правились службы и требы, кто-то даже ходил в школы и на детские утренники. На земле не увольница. Один брат шел к партизанам, другой брат в полицаи. И оккупанты во все этим пользовались. Что же говорить о массе участников февральского восстания 43-го года по Влаграде, которые формально служили на тот момент в полиции, предприятии и объектов. И там, на своих постах, и восстали. Потомственный павлоградец Виктор Бушин получил от предков категорический императив докапываться до правды в родной истории. Причем облегчало ситуацию то, что город находился под контролем итальянских войск. Немецких войск в городе практически не было. Небольшие подразделения тыловые и все. Город занимали итальянские войска. Поэтому, в принципе, подпольщикам удалось накопить достаточно значительные силы. 6 февраля 43-го года итальянская дивизия Равенна растянулась от Петропавловки до Днепропетровска. Обдобленные 6-й армией Федора Харитонова, они еще с ней встретятся осенью. Обремененные награбленным посылками из дома интендантским имуществом равенцы чувствовали себя счастливыми при мысли о судьбе товарищей из альпийской дивизии Тридентина. Те остались прикрывать задницы отступающим в степях перед рекой Донец и явно проигрывали в кормежке и распорядке дня. Они рассчитывали, что немцы будут стоять грудью за их широкими спинами на линии Лозовая-Славянск. 6 февраля к полудню итальянцы доползли до Павлограда. А тут им навстречу германская депутация с настойчивым предложением в Павлограде не застревать и двигать на Новомосковск. Вы тут у нас последние, мол, съедите, а мы рассчитываем на Павлоград как на промежуточный рубеж, чтобы русских задержать. Но воины Дучи в снег уже упали. А некоторые до Казаром добрались, до Горяченького, и в гробу увидели ценные немецкие указания. Всех немцев было рота украинской полиции во главе с немецким фельджандармом. 80 человек наскребли из 6-й армии, до 60-й железнодорожных войск и 400 летчиков, но эти на земле воевать не собирались. Командующий частями Марио Карлони в пожарном темпе наскреб 2000 итальянцев и 600 немцев. Шесть орудий, и еще из Днепропетровска к 11-му подкинули семь тигров. Но уже 12-го в Вербках тамошняя полиция ударила по итальянцам. А 13-го ударила полиция сырзавода. Хачкомандов ими кадровый красный командир Андрей Нестеренко ударила группа преждевременно. Почти вся погибла. А 17-го 19 вооруженных групп, составив полтысячи человек, ударили по оккупантам отовсюду. И вот момент, когда итальянцы начали отступать, вот тогда те подпольные группы, которые еще оставались в городе, они открыли дружный огонь по отступающим итальянцам. Особенно этот огонь был сильный, когда противник отступал через реку Голчу. В сторону Новомосковска по этой трассе. И, в принципе, город был тогда взят. Осталось ли в подготовительных материалах Довженко что-то по первому освобождению Павлограда? В коробках, помеченных Владимир Фроленко, Юго-Западный фронт, вроде даты и местность совпадают. Владимиру Фроленко было тогда 33 года, роковой возраст. Но лауреат Госпремии Фроленко этот возраст пережил, и после войны еще дважды стал сталинским лауреатом. Вот за эту и подобную хронику. Помните про Дежавю, про уже бывшее? Вот 35-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-го гвардейского корпуса, первый раз вступает в Павлоград. 6-я армия идет на помощь широким фронтам. Павстанцы уже заняли городскую управу, почту, телеграф. Выпустили из тюрьмы 300 патриотов, которых ждало оружие для боя. Павстанцы передают город регулярной армии. Оператор рядом. Его тяжело ранят шальной пулей. Это снимать было некому. Все могло быть так, как вот за месяц до этого в Сталинграде, когда офицер политотдела снял раненого Валентина Орлянкина, самого известного из сталинградских фронтовых операторов. Но материал был уже снят. А город взят. Город, освободивший сам себя и отдавший свои ключи армии-освободительниц. Командующий 4-м стрелковым корпусом, первый раз освободившим Павлоград, генерал-майор Николай Гагин, наверное, самый опытный генерал в нашей тогдашней армии. Дважды выводил дивизии с оружием из котлов, дважды был похоронен. Только фамилия у него какая-то подозрительная. Еще одна тайна? Он же из этих самых немцев, которые еще при царе служили, тут и, так сказать, вышел оттуда. Николай Александрович. Смирный, мирный был. Господи ты, Боже мой, как сложная история по Валоградской степи. Как просто мы сплошь и рядом относимся к ней. Когда полководец с немецкой фамилией и питерским аристократическим воспитанием вступает в бой с старопрусскими фельдмаршалами. И ему покоряются города, основанные указами немки Екатерины II. Павлоград не знал такой тишины пять вольных дней. Он все время слушал ближнюю канонаду. Ворошиловградская операция в эти дни достигла кульминации. Войска Юго-Западного и Воронежского фронтов растянулись по изогнутой линии более чем на четыре сотни километров. Вышли на рубежи южнее Краснограда, Перещепино, Новомосковска, Павлограда, и далее через Славянск до Луганску, тогда Ворошиловграда. От своих баз части оторвались на 300-350 километров. К 20 февраля наши чуть было впервые не овладели Синельниковым. Подошли от Славгорода, вот сейчас вы видите дымящуюся Синельниковскую узловую. Кто к тому времени остался из повстанцев, из подполья и партизан? Как по ним не ходил полтора года паровой каток, все-таки их еще было не так мало. Координатор подполья Андрей Караванченко не расставался с блокнотом, даже когда пытался организовать 18 февраля похороны своих товарищей. Ведь всех живых и всех мертвых надо будет потом найти и каждому воздать по делам его. Слава Богу, что эта вечная ряднина нить не оборвалась, и у очевидцев и участников приняли эстафету исследователи заводные, дотошные и упертые. Нина Афанасьевна Агафонова по благоградским подполям и восстаниям занимается с 1957 года. Она тот самый по определению древних гений места, без которого город – это место жизни, но не вместилище души. У нее не то, что все и все разложены по полочкам, у нее все живы. Пять дней с 17 по 22 февраля 1943 года в городе была советская власть. Восстановлены были практически все советские органы самоуправления. Дело в том, что все же это готовилось заранее. Но все эти дни, начиная с 18-го, каждый день город подвижался ожесточенной бомбардировки фашистскими самолетами. Не давали поранить, естественно, погибших, а гибли как во время восстания, так и позже. Вот, потому что город буквально утюжили с самолетом. Именно в день взятия Павлограда, в 140 километрах от города, на аэродроме Запорожья приземлился личный фокевульп-200 Кондор, командующий вооруженными силами Третьего рейха. После потери Сталинграда и внезапной утраты Донецкого угля фюрера трясло уже третью неделю. Своего любимца, командующего группой армий Юг, покорителя Крыма и Севастополя Эриха фон Монштейна, Гитлер на Запорожском совещании поначалу не хотел и слушать. Основное направление контрудара второго танкового корпуса Харьков и все капут. И тут Монштейн не то чтобы гласил какой-то секретный документ. Нет, это Приднепровская Даля гласилась ревом советских танковых моторов. До сих пор фанаты Запорожья цепляются за свидетельство шеф-пилота Гитлера Ганса Баура, что, мол, у наших танков из 25-го корпуса прямо на краю взлетной полосы закончилось горючее, и танкисты проводили Кондор Гитлера растерянными взглядами. Так или иначе, фюрер утвердил Монштейну упреждающий удар моторизованными дивизиями СС, Досрайх и Тотенкоп. Дивизия Лейпштандарта Дольф Гитлер должна была отрезать наши ударные части от Харькова. Первые дни свободного Павлограда были сочтены. Немцы еще возьмут Харьков и Белгород. Полумертвый, оставленный, но не капитулировавший Павлоград на 7 месяцев в далеком тылу. И 22 февраля снова городом овладели фашисты. Начался жесточайший террор. Вот тогда сотни невенных людей, непричастных, может быть, даже никак к восстанию, были замучены, казнены, расстреляны. У Довженковских соколов с камерами были свои, так сказать, антиподы. Около 300 внедренных операторов выполняли внутри вермахта суперзаказ Министерства народного образования и пропаганды. В гибельсовском сюжете постановочные украиночки кланяются хлеб-солью Лейборлам, а из другой кодековской кассеты выглядывают наши дети. Дети, которых еще не убили и не угнали в Германию. Александр Довженко в дневнике 43-го года чуть не ежедневно возвращается к этой теме. Она особенно ранит его, ранит самое сердце. Немцы ограбили нас самым жестоким способом. Они забрали в Германию наших детей. Множество подростков лет по 12-13 вывезено в Германию для немечивания и работы. Множество детей оторвано от их матерей, которые семьями выезжали в Германию и которых вывезли неизвестно куда. Фашисты нанесли нашему народу тяжелые раны. И не только сегодня, но и на будущее. Мы долго-долго будем это чувствовать. От слова «Остарбайтер» Довженко тошнит, потому что оно переводится как «украинский раб». Довженко спокойно замечает за своим монтажным столом, что от слов «Берлин» и «Немец» его тошнит еще больше. Дожился. Ведь старая, умная и веселая Германия, Берлин 20-х годов, во многом научили его тому языку творчества, выявили до конца тот абсолютный слух, которым он слушает теперь сердце терзаемой Украины. На этих берлинских каналах «Голодную весну» 22-го года 25-летний Сашко Довженко заново учится рисовать, а по сути дела учится строить кадр по-довженковски. Он жертвует государственной карьерой в берлинском торгпредстве Украины, чтобы освоить технику европейской графики в школе Вильгекеля. В таком же нищем и голодном для студента-художника Берлине на госстипендию 40 долларов в месяц по нынешнему курсу, а булка стоила полмиллиарда марок, он целый год становился европейцем. Он им всем докажет, и нашим, и вашим. Он весь мир заставит полюбить собственное детство, свою чудоцкую семейку и свою Украину, за красоту ее и ее детское сердце. Десять лет прошло, Сашко стал Александром Петровичем, а дорогая сердцу Германия третьим рейхом. Это улица Вильгельмстрасса. На нее выходила прежде рейхсканцелярия, на ней стояли ведомства Мюллера и Геббельса. А на противоположной стороне улицы был блок из трех зданий. В одном находилось ведомство Мартина Бормана, партийная канцелярия. Его перестроили, а двух крайних нет совсем. Новые, только земельные участки и номера домов сохранились. В одном из них было Министерство юстиции, оно занималось долгое время всеми делами Остербайтеров. А в третьем была штаб-квартира Люфтваффе, там правил рейхсминистр Герман Геринг. Это он придумал в 1940-м году слово Остербайтер. Мы для кино отмоем, причешем, выдадим Арбайцбухфюр Ауслендер, трудовую книжку для иностранцев и пойдут наши киндеринята пахать на великих стройках национал-социализма, а отдыхать в трудовых лагерях на нарах. Улыбайтесь, хлопчики, улыбайтесь. Вкусная баланда, калорийная. А ты откуда моим либеркиндер? Из Павлограда. Это где? А как зовут тебя? Вася? Гуд-гуд, Вася. Шел Васей шестнадцатый годок. И не знал Вася, что его уже расписали на большой газовый завод в имячный цех. Что, волдыри у обмороки. А обермайстер ком-ком. А обера на гаечка. Кожаная такая. В одно прекрасное время там недалеко от вокзала нас ну короче погнали туда в эшелоны в эти ну естественно товарняки закрыли ночью и повезли. вот да у нас еще у нас так называемые торбы были с продуктами кусок сала там был хлеб был все это разворовали мы голодные ехали короче говоря в Германию по-моему через двое суток приехали вот это был город Магдебур на Эльбе вот это от Берлина туда на запад километров 150 примерно А это будет Кузьма тогда еще был Кузька это ему уже в фильтрационном лагере в 45-м кто-то с барского плеча старую шинелку подбросил а загребли Кузю рядом с Павлоградом из села Троицкого ох показали в том Борнуме хлопцу Кузькину мать вот в Борнуме я работал в литейном цеху железо в четырех там пацана нас набрали так и в четырех берут заливать ковш железный и носили железо заливали Катюшу выхватили из села Благодатного тоже тут недалече повезло что две Павлоградских подружки образовались в сентябре 42-го Гитлер выдал личную разнарядку на полмиллиона маленьких украиночек дабы освободить от непосильного немецких женщин судьба конечно на чужой рабской стороне лотерея но глаз выхватывал то что не похоже то чем родная сторона лучше можно было конечно проштрафиться не угодить хозяйке тогда лагерек построже ну и даже хлопцы шепотом рассказывали в аммиачном цеху а вот девчатам на авиаремонтном там совсем хана хорошо что Надюша об этом мнении не знала я Ты должна была быть здоровенькой, потому что если на работах случался, не дай бог, нервный срыв, и тебя освидетельствовали врачи, то из больнички можно было выйти в основном через газовую камеру, через газенваген. Вот какое, еще много других всяких слов подарил миру и сердечной Украине великий и могучий немецкий язык в сороковые роковые годы. А хлопчик Сашкова внутри Александра Петровича Довженко в эти моменты как-то отключался. И слова «Берлин» и «Пекло» вдруг значили одно и то же. Глубоко все в сердце. Как там в Писании? Глубоко в сердце человеку. И человек есть. И был вечер, и было утро. И был человек. И есть человек. Есть. Остался он и нашим, и немцам, и прочим, кто знал войну. И был месяц сентябрь. Того же 1943 года. Случилось оно. Счастливое дежавю. Новое переживание прежнего. Вернулась 35-я гвардейская стрелковая дивизия. Бойцы генерал-майора Кулагина, которым открывали ворота Павлограда, повстанцы в феврале. 100-й гвардейский полк не входил в город. Он снова двинул на Синельникова и Гнепру. Этих сержантов и рядовых мы еще встретим на переправе у войскового и при взятии Апостолова. А на излете вот этой самой Донбасской наступательной операции 35-я гвардейская получит наименование Лозовской. До 1947 года из дивизии выдвинутся 56 героев Советского Союза. Это будет парад живых и мертвых. На войне, как на войне. А Павлоградскими наименуются другие дивизии и отдельные части. Что ж, ставки виднее. Вера в ее ставки справедливость была залогом спокойного сна и солдата, и маршала. Река времени выносит подробности и рождает новые тайны. Вот, кстати, о маршалах. Не тогдашних будущих. Улица Степного фронта в Павлограде – это одна из городских тайн и легенд. Но не освобождали город и район войска Степного фронта генерала армии Ивана Конева. Выше к северу подступали к сердцу Украины, от Кременчуга. Генерал армии Родион Малиновский, будущий министр обороны СССР, явно не был за такую мелочь в обиде на будущего строителя Берлинской стены Ивана Конева. Оба – наши природные освободители. Операторы, пока смотрят в окуляр камеры, понимают, как быстро за день меняется вокруг них обстановка. Только что снимал, как танки противника пытаются сечь пехоту 3-й гвардейской армии Лилюшенко от боевых машин. Тут же перебрасывают в Павлоград и говорят, Малиновский распорядился командарму 12 Данилову, готовится к штурму. Но кто чемпион по скорости изменения обстановки в единицу времени, так это 17-я воздушная армия. Маршал Владимир Судец. Его армия уже месяц работает с баз по эту сторону Северского Донца. Из Красноармейска, Краматорска и Артемовска. Далеко летать не надо. Ломбардировщики и штурмовики постоянно отрезают катящемуся к Днепру Монштейну пути отвода сил за Днепр. 305-ю штурмовую дивизию армии прикрывает 288-я истребительная. На всех крупных станциях по 2-3 дня простаивают немецкие эшелоны, и многие там и остаются. И штурмовая и истребительная дивизии обе станут павлоградскими, а нижнеднепровский выраженец Владимир Судец маршалом авиации. Черной тарелке репродуктора – голос Павла Тычины. 17 сентября 43-го года. «Честь вам и слава, летчики, воюющие в небе Украины! Вы наша радость, гордость! Мы связаны с вами всем существом, и зрением, и слухом, но прежде всего мы связаны с вами сердцем. Сердцем мы вас любим, как сыновей, как братьев своих родных. Сердцем вам верим, свою судьбу вверяем. Сердцем вас благословляем на бой. Несите же гром и молнию на головы врагов. Несите же кару лютым палачам». Штурм Павлограда будет ночным. Три дивизии, сходящимся клином, ровно в 00.00 часов 18 сентября, после получасовой артподготовки, ворвутся в город. Командарм 12 Алексей Данилов ждал этого звездного часа всю жизнь. Вместе с армией он истомился в резерве под Барвенково, пока другие брали Харьков и маршировали в торжественном строю по центральной площади первой столицы. Вот так же промаршируют и они, даниловцы, по старой Павлоградской соборке. Но только после того, как штурмовая группа лейтенанта Ахметова возьмет вокзал, а 1118-й стрелковый полк Дедковского пройдет по главной улице от вокзала короткими перебежками, гоняв хвост и в гриву остатки побитого гарнизона. И что характерно, снова доживем. В гарнизоне и в сентябре будет полно не немцев, а их незадачливых союзников. Реку времени не повернуть. Муссолини арестован и смещен, а сердце Украины мы освобождаем, хоть и с техникой союзников, но без всякого второго фронта. И вот из трех ночных гостей Павлограда только 60-я гвардейская впредь будет Павлоградской. Будет еще, правда, 269-й Павлоградский отдельный саперный батальон. По Днепропетровщине эти ночные герои не просто проползут, а проползут очень медленно и ошибаясь только раз в жизни. Это особый темперамент, особые нервы. Саперам, как видно, нужно еще и родиться. У гвардейцев 60-й стрелковой уже Павлоградской. На фото, как на подбор, суровые, непроницаемые лица. Должно быть случайное совпадение, но ведь именно из частей 60-й Павлоградской будут сформированы и отдельный батальон охраны Верховной Советской Администрации в Берлине, в Карлхорсте, там, где 8 мая 1945-го подпишут акт о капитуляции, и тюрьму Шпандау в Берлине с главными нацистскими преступниками, теми, кого не повесят, конечно, будут охранять шестидесятники гвардейцы Павлоградца. 172-я стрелковая Павлоградская, даром, что не гвардейцы. А как на подбор весельчаки, ведь в разное время снимались. Бойцы комдива генерал-майора Николая Тимофеева выкинут из ровно штаб-квартиру рейс-комиссариата Украина и, пройдя Польшу, также распишутся на Рейхстаге. Вот такой парад получается, дорогие товарищи. Не надо бояться этого слова, товарищи. Оно часть последней страшной тайны народа, той самой. Товарищ, товарыство. Называли себя казаки и запорожские, и городовые. Вместе сотворенные. Сотворенные для общего дела. Это слово соединяет нас и с историей, и с вечностью. Вот так и освободили Павлоград. Теперь уже раз и навсегда. Живых участников славного дела уже по пальцам одной руки сосчитать. Но на той одной руке встречаются такие товарищи. Вот разведчик Валерий Домарев. В дни 70-летия освобождения Днепропетровска у него будет круглая дата. 90-летний, пацан и сорвиголова. Что сказать. Павлоградщин освобождал так между делом. Шел к днепровским переправам. О врагах, говорит, без обиняков, спокойно, будто герой эпизода Довженко. Стали отходить. Каждый день они отходили где-то на 20 километров. Потом опять задерживали, занимали оборону. Потом ночью опять отходили. И что они делали? Уничтожали села полностью. Сжигали, значит, все деревни. И расстреливали скот. Целые стада. Донбасская операция, на пике которой освободили Малый Донбасс и Павлоград, завершилась 22 сентября. Противник гнал к переправам и дальше на правый берег Днепра. Нужно было взлететь на правобережной и круче, буквально на его горбу. Не задерживались. Рассказывал генерал Москаленко, как два его солдата вернулись домой в родные хаты. Они побыли дома минут 15 и пошли в наступление. Опять попрощавшись с родителями и детками своими. А город и Павлоградская сторонка остались зализывать раны, заделывать пробоины. И до конца жизни одного и другого поколений горевать о тех, кто не дожил. Земля шевелится. Прислушайтесь. Слышите? Это часть той самой страшной тайны. Ангел смерти и является за душой, как распахнутый страшный трильяж. В книгах старых словес я читал, что он весь состоял из множества глаз. И философ гадал над загадкой зеркал, почему он из множества глаз. Если же он ошибался, отсрочен ваш час, улетал, оставлял новый взгляд. Удивленной душе он дарил пару глаз. Берлинскую площадь Потсдамерплац от роковой в сороковые, а теперь такой милый Вильгельмстрассе отделяет грандиозная стройка. В 30-е годы архитектурный подручный Гитлер Альберт Шпеер снес здесь громадный торговый центр, гипермаркет, и высунул на этот плац тень новой рейхсканцелярии. Теперь, через 68 лет, гипермаркет строится на заровненном участке шпееровских построек. Заново. Шпеер отсидел 20 лет в тюрьме Шпандау от звонка до звонка. Его охраняли также и воины бывшей 60-й гвардейской павлоградской дивизии. Пока Шпеер сидел, на Вильгельмстрассе всяко бывало. Потом тут строили Берлинскую стену. Но и в нашей зоне, и в американской, отлично помнили май 45-го, пору, когда все цвело, и когда павлоградские дети возвращались из рабства домой. По-всякому, по мукам, но возвращались. Пришли к ним и побили в американской зоне целый месяц. Откармливали нас. И потом думаем, добровольно сами, рядом же река Эльба. У меня был велосипед, я там достал. Думаю, я, может, велосипедом буду ехать даже на Украину. Ну, такая вещь. Откуда я знал, как нас будут везти, кто нас освободит. Это Бухенвальд. Местечко такое милое. После того, как вывезли пепел и вычистили бараки, союзники разместили здесь большой фильтрационный лагерь. Павлоградские хлопцы и этой похлебки попробовали. Что делать? Очень домой хотелось. А потом, как закончилось, американцы освободили нас. Начали перевозить сюда уже, в Бухенвальд. С пункта на пункт я был и 8 тысяч было, и 6 тысяч было на одном пункте. А на последнем пункте нас было то 8 тысяч. И перегнали в Бухенвальд. В Бухенвальд и в штабы армии. И это уже мне там хлопцы сказали, что нас тут находится, когда уже выписывали нас на родину. Хлопцы сказали, что нас находится там 12 тысяч. Ну, сама молодежь, стариков не идешь, не увидишь никого. Сама молодежь. И вот у нас оттуда документы проходили, как попал в Германию, где был, как работал, все. И документы выдавали на место жительства. Павлоград не сразу, но отстраивался. Благо, предприятия помогали. Хорошие, большие предприятия. Их изделия защищали большую страну, всю холодную войну. И даже немножко дольше. А страшная тайна, тайна одного человека и целого народа, никуда не девалась. И иногда достаточно перестать громко разговаривать на посторонние темы, чтобы ощутить. Что-то большое и важное уходит. И расслышать в себе тайну целого своего народа иногда означает обрести жизнь вечную. Осень прохладное утро, небо как будто в тумане. Вдали станут перламутра, солнце холодное, тайное. Где наша первая встреча, яркая, острая, тайная. Тот летний памятный вечер, милая, словно случайная. Не уходи, тебя я умоляю. Слова любви, сто крат я повторю. Пусть осенью дверей, я это твердо знаю. Но все же не уходи, тебе я говорю. Слова любви, сто крат я повторю.